Батюшка, скажите, вот если, например, женщина захотела повенчаться, а муж против, как переубедить другого, что это необходимо сделать? Ну, как правило, здесь действует такой закон эгоизма, да, супруг побаивает соответственности, а вот мы повенчаемся, значит, я должен, так сказать, себя блюсти, быть, так сказать, настоящим пред Господом, супругом, а пока не повенчались, вот типа все и можно мне, да, я как-то более развязно себя могу вести. То есть такой вот ленности, эгоизм присутствует, и, конечно же, то, что это самообман, то, что человек так рассуждает, он сам не осознает, что он все равно отвечает за вот такой образ жизни. В любом случае мужчина отвечает за то, что в семье творится, то есть он глава семьи, по Божьему закону главой семьи является муж, а не жена. И если ваши, так сказать, взаимоотношения не освещены таинством венчания, то, конечно же, это в первую очередь отвечает муж. Но убедить его можно, конечно, не вот такими призывами, а я думаю, если у вас дети есть, или вы хотите детей, то вы можете ему сказать, ну, ты же любишь наших детей и хочешь, чтобы у них судьба сложилась хорошая. Зачем мы им коверкаем судьбу, не венчаясь? Ведь они незаконно рождены пред Богом, они рождены в блуде, без венчания. Соответственно, судьба у них будет намного хуже, нежели могла бы быть. Давай, ладно, если мы для себя не хотим венчаться, давай повенчаемся хотя бы для своих детей, внуков и правнуков. То есть это тоже один из аргументов, который прислушивается мужчина. Вы только что сказали, что блудяне родились, но если у нас, ну, грубо говоря, я понимаю, церковное от государственного отходит, если официально люди женятся, это все равно блуд для церкви? Если не совершено освящение брака таинством венчания, это все равно в той или иной степени блудные отношения. То есть вся страна, грубо говоря, у нас? Ну, не вся страна, сейчас много венчается много. Кроме тех, кто повенчался, то есть все? Да. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok